будет видно не модно поверить на слово это акриловая шпаклевка готова и колоранты есть есть немножко этого сейчас мы карамелки сейчас мы первый слой перетянем на и потом будем рисовать сегодня у нас такой ты хочешь как под названием слава не думал название мы сейчас ребята определимся тут мы еще добавили водички сколько где-то грамм 300 на 15 до 15 это необходимо чтобы она стала более пластичная ну и на руки будет полегче у нас здесь славик кинул первый слой вот мы его видим на первый слой такой светлый да но я вам рассказываю что это просто перетянули вот как просто обеспечанили цветными в один слой то есть практически на сдир там даже видно вот подложечка еще такая он даже метки его когда уравнял стену второй слой уже видите вроде как он пробовал фламандскую штукатурку наносить вот она два-три цвета и сейчас мы последний слой я сейчас кину маракешек да я может быть там тебе не будет слышно это славик мне рассказывает что очень понравились его шпателя 200 к рисовать фламандскую просто одно удовольствие мы второй момент что они еще удобны чем что когда вот мы нарисовали фламандскую у нас тут получается такие бывают заусенцы вам будет видно вот такие вот заусенцы видно и вот мы тоже эти заусенцы снимаем это делано для того чтобы если мы сейчас рисовать еще маракеш чтобы мы не цепляли за них за эти заусенцы как мы называем соплистончики смеется что я называю соплистончиком материал показали цвет значит что по цвету по цвету там получается следующий вариант мы где-то делаем вот вы сделали основной цвет вот был тут основной цвет потом мы там она с лайк дамить от красителей которым мы брали миксовские пигмент микс значит брали песочные здесь написано и карамели то есть мы их первую модельную массу мы ложили песочные и немножко карамельки она когда уже замешивали вторые на второй слой то мы уже я брал где-то один к двум с белым смешивал то есть получал вот этот вот светлый и добавлял еще немного карамельки вот я получил вот этот темненький и сейчас вот последний слой я беру и работаю вот этим светлым сделайте даже мы сделали пробные несколько выкрасок посмотрели его при разном освещении вот мы его делали днем потом Слава посмотрел с женой вечером Кристина дала добро и вот сегодня мы уже его заканчиваем по первое конечно когда сделали цвет то Слава конечно не сразу привык к нему то есть у него были после белых стен сколько они были тут белые полгода ну вот после полгода когда сколько здесь идет ремонт были белые стены мы сделали цвет то конечно не сразу он привык ну вот прошли сутки да и за сутки человек ну еще услышал одобрение второй половинки поэтому что можно посоветовать чтобы ну из опыта могу поделиться что вот когда начинаем мы работать вот стены белые ну вот какой бы цвет я бы не сделал бы всегда у заказчика возникает вопрос тот ли этот цвет вот но по опыту знаю что нужно дать время время заказчику вот чтобы он привык к этому цвету то есть я ему говорю что если например вам этот цвет не нравится давайте подождем там недельку другую вот будем делать другие помещения и впоследствии когда уже начинаем делать другие смотрим уже и этот цвет работает в унисончике другими цветами то есть это такая немаловажная деталь нашей работе подбор цветов поэтому я так много и настоятельно рекомендовал вам всевозможные книжки по этому опросу говорил что вы тренировались акварельками говорил что тяжело в учении легко в бою да вот у нас тут получается техника акварель небесная акварель ну может быть и хорошо что я вчера там не снял так много что там было бы а сегодня получается будет полный фильм ну да так получается я выкладываю сначала первые этапы потом вторые и третьи потом бывает когда есть время я их соединяю в один фильм а здесь получится все в одном фильме ну так ты говорил Кристине что здесь у вас финикийская говорил что у вас здесь фессалоникийская а она как фессалоники фламандская если еще так она финикийская 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 так ты про финикийская говорил да то есть она готова к финикийской да но есть еще фламандская это еще говорил а есть еще какате говорил флорентийская да флорентийская еще есть флорентийская я не знаю ну так какате уже не потому что Греция солнце у нас вон ребята тоже солнца не было только сегодня первый день просто я не могу нарадоваться привкушаюсь весну лето я очень люблю солнце да и мое было желание да я уехал бы в грецию и там вот испания да да отлично так ну что мотик гляну какому красоту сделали красота неописуемо значит что здесь мы делали вы видели его вначале значит что здесь было главное мы прошли по уголкам то есть они должны быть заполнены получалась целостная картина то есть мы проходим уголки чтобы они были заполнены потом заполняем серединку вот серединку мы тоже заполняем не не смотрим не так основного там по рисунку а смотрим чтобы вот наши как мы называем кляксы наш изюм он был равномерно распределён чтобы не получилось так что там будет больше белого тут будет меньше белого то есть если чтобы он был вот пятнышки у нас были однородные то есть например здесь желтенькая там желтенькая тут не было чтобы там больше желтого там меньше желтого но здесь то понятно вот например здесь в нем чуть больше желтого вот я взял сюда и положил маракешек здесь тоже чуть больше желтого положил вот так ну и тоже основной какой маневр чтобы не было видно где начинался у вас работать со шпателя вот где начинался мазок большим мастихином соколом вернее ласточкой и где он заканчивался вот это будет основная такая просьба по желанию еще раз обращаю внимание на уголки внутренние и внешние то есть это ваше лицо ну и мое тоже ну пожалуйста ну что сейчас мы вам поведаем секреты старых мастеров а именно что мы взяли мы взяли взяли клей универсальный для флизелина да бостик да и да да там есть еще 78 но основная чтобы они понимали потом добавили декоративную да пролыбку но я бы например остановился бы на вот универсальном клее да и клее пва один к одному и декоративке что тут еще примечательно значит пролыбка если не знаю вот как передаст насколько он передает вот она с таким с желтым да отлива беленый холст и чтобы просто имели представление что такое лучи да вот лучи она с таким да вот халкав теплый такой глубокий белый и серый сейчас попробую так вам направить как оно будет видно да ну даже тут видно да разительное вот я даже опущу в ведро и видно что там серенькое а тут желтенькое таким отлива поэтому мы пока серебро сюда не добавляли остановились только на пырлыбке ну серого опять можно было конечно его подкрасить там добавить немножко там универсального красителя но пока мы остановились вот на таком варианте не будем пока добавлять универсальное краситель что еще здесь и ну по соотношению здесь у нас где-то квадратов 30 и мы добавили взяли так сказать клея где-то два с половиной и получается пол литра пролим то есть это получила где-то один к пяти соотношение да декоративной краски к нашей авторской лазурьки ну к волшебному воску мы еще называем не понятно что это получилось авторская так сказать авторская патина декоративная там авторская воск так ну что люби хлопчики девчата сейчас продолжим так значит у нас фессалоникийская ребята сегодня у нас фессалоникийская штукатурка вот мы продолжим его наверное уже с Вячеславом знакомый еще со прошлым мастер-классом вот мы продолжим будет мой мастер-класс и мы делаем еще раз повторюсь авторскую штукатурку финикийскую здесь мы ее назвали финикийская штукатурка то есть что здесь было у нас была модельная масса эко-кристалл мы ее отколеровали в несколько цветов и с помощью техники маракеш нанесли сейчас я вам покажу поближе вот таком в таком она исполнении то есть что здесь у нас у нас здесь несколько ну получается первый слой мы положили просто перетянули стенку вот потом положили то есть пробовали еще делали такое как фламандская штукатурочка вот и третьим слоем я положил еще маракешик уже вот эти видно какими пятнышками да и мы планируем скрыть это дело лазурькой лазурьку будем делать на основе авторскую нашу лазурьку готовый клей у нас есть для тяжелых обоев бостик и иркомовская так что не переключайтесь оставайтесь с нами дали буря